Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать по внутреннему человеку, в познании Господа и Бога нашего. Через добрые дела любви ко всем и каждому людям нас окружающих, отвергнувшись себя теми дарами, какими подает нам Господь, и видимыми, и невидимыми. Ну давайте помолимся, без Господа делать ничего не можем, и я кое-что поговорю. Господь мой и Бог наш, Бог, любовь, Иисус Христос, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, я благодарю Тебя за все, за всю любовь Твою, ко мне и ко всем людям проявляемой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, благослови эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и влаженные руки всех печатающих. И доброславишься Ты, пришедшего в плоти в последнее время, Господь мой и Бог, любовь наш. И явивши нам имя свое на кресте, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И да откроется помышление многих сердец Господи, как когда-то открылось мое, и узрит всякое плоть, славу и величие Твое, воскресение Твое, а главное, божество Твое. Ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты, а вознесение Твоем да узрит каждый, оставленную нам, дарованную от начала каждому человеку, свободу, избирать добро и зло. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь, живой Бог, любовь наш Иисус Христос, всегда во веки веков, и вчера, и сегодня, и завтра посреди нас один и тот же. Ну что, я тут вышел прогуляться, я думаю, что сидеть мы не будем, хочу погулять немножко, я тут недалеко от дома, вот. Велосипед мы совсем крякнул, я решил вот погулять. Наши просторчики хочу вам показать, такие вот они, тут, конечно, прикольное деревце такое, поля, вот. Мы погуляем, тут, в принципе, людей-то, как обычно, нету, наверное, никаких. Сегодня хотел поговорить, сейчас интересную картиночку помещу. Ой, аж смешно всегда становится. Сейчас мы, обезьянки Божьи, будем познавать человеков. Это вот смешно, конечно. Так и люди все время ковыряются в Боге, как будто человек может Бога познать. Это, конечно же, никаким образом невозможно сделать на самом деле, хоть ты там что-то делай. Хоть у тебя сто пядей во лбу, ничего ты сделать не сможешь на самом деле. Господь есть Бог, а мы его творения. Созданы на добрые дела, не на том, чтобы в уме Божьем ковыряться, да? Последнее время меня там тоже всегда все равно спрашивают, кто-нибудь новенький позвонит, брат, сестра какой-нибудь. Ну и типа там, ну ты в Троицу веришь? Типа, ты же христианин. Я говорю, ну верю. Скажешь, что надо верить, я тебе скажу, верю. Что такое Троица? Ковыряемся во всем этом. Это вот вы же смотрели ролик. Все вот эти учения, это все такая ложь на самом деле, потому что все это разбивается о Евангелии. Все это разбивается всегда о Христа по простой схеме, потому что уж Господь что-то не стал себя утруждать и трактаты писать о Троице. А люди потом обязательно в Духе Святом будут нам писать вот такие вот толстенные книжки о том, что же такое Троица, сколько у них лиц, как они едины, как раздельны. Ой, такая все это глупость, я вам честно скажу. Мне вот я сколько смотрю, кстати, вне системников, мне что нравится, они все к Троице относятся к этим учениям, а Троице относятся, ну, как мягко сказать, или я не знаю, но отрицательно. То есть, ну, все эти конфессиональные учения их не трогают ни капельки, более того, они их все отвергают. И я с ними полностью солидарен. Бог един. И лично я исповедую Иисуса Христа. Господа моего и Бога нашего, в котором вся полнота божества телесно, две тысячи лет назад явилась во плоти. Все, мне этого достаточно. Двоицы, Троицы, Десятерицы, мне без разницы. Я верю во Христа, как в Бога, и мне без разницы, как Он, будучи во плоти, держит все мироздание. Мне неинтересно, как Господь, будучи годовалым младенцем, еще или там новорожденным младенцем, когда его матушка спеленала в пещере и положила в ясли для животных, мне не важно, как Он, будучи в таком состоянии, содержал все бесконечные галактики. Меня это, если честно, братья и сестры, меня это вообще не заботит. Я вам просто скажу, что когда я одно словосочетание только употребляю, что Господь, Иисус Христос, есть Бог, Любовь, у меня внутри радость, любовь, мир, кротость и просто блаженство. Вот и все. Свет, полнота, как угодно назовите. Я только когда произношу, что Иисус Христос – это Бог, Любовь, все, мне никакие свидетельства не нужны. Иоанн Богослов правильно сказал, когда говорит, что Иисус Христос есть Бог, истинный Бог и жизнь наша. Помните, как заканчивается его послание. Иисус Христос есть Бог и жизнь вечная. Все, мне этого достаточно. И свидетельство, как он говорит в этой же последней главе своего первого послания, он говорит, что внутри самого человека. Вот и все. Все, что мне нужно знать о Боге. Это то, что он Иисус Христос. Больше мне ничего не надо знать. В нем вся полнота божества телесной явилась две тысячи лет назад. Если Господь не утрудился не написать ни одной бумажки, если потом через Духа Святого евангелисты зафиксировали его жизнью учения, и пусть она там с небольшими искажениями каких-то тонкостей, но не сути, дошла до нас, а значит уж если две тысячи лет назад, когда не было ни книжек, ни интернета, то вы знаете, даже вот живя в современном мире, понимаешь, что уже и будущие поколения будут всегда обеспечены истиной, естественно, которая просвещает всякого человека, порешающего мир. И во Бог есть свет, и этот свет доступен каждому человеку, потому что он внутри него. Но даже это внешнее свидетельство в виде бумажки Евангелия будет доступно до конца времен. Ну, уж теперь-то в современном мире книгопечатания, цифровых, электронных технологий, истина Евангелия с Божьим промыслом, открываемыми древними рукописями. О, братья и сестры, мы живем с вами в одной из благодатнейших времен. Все все время... О, страшное время, последнее время. Да в последнее время пришел Иисус Христос, об этом все и апостолы написали. Что за эту фразу-то цепляется? Иисус Христос пошел в последнее время. Что-то в последнее время затянулось. Никак никому на лоб ни три шестерки не прилепит. Две тысячи лет уже лепит, никак не прилепит. Никак никого не заклеймят. Ни на руку. Так что все это, все эти учения, подучения... Я вам говорил, глупый Иисус. Он вот воплотился, и вот не смог он, необразованный. Возможно, он и писать-то не мог. Он нигде не учился. Откуда он мог писать-то? То, что он там уливал на песке, по-другому я сказать не могу. От нас сокрыто. Господь специально так чудно нам показывал. Я не зря такие скабрезанные слова употребляю, чтобы у кого-нибудь хоть что-нибудь в сердце-то зашевелилось в умном. Там же не только похоть. Там еще Адам есть, ум, который выбирает добро-то и зло. Неужели, если Господь не утрудился нам, ничего о троице написать-то? Потом какие-то глупые людишки решили дописать Божие учения, а то оно же не в полноте нам явилось, а в половинке, а то и вообще там в десятинке. Все же так любят десятинки. Вот такое ощущение, что Христос – это не вся полнота Божества телесной, а десятинка Божества явилась телесной. А мы потом дописали. А судя по учениям и по объему написанных книг за две тысячи лет, такое ощущение, что это не десятинка, а, я не знаю, одна десятая. Знаете, 0,1% – это много. Мне кажется, это совсем немного. А может быть, одна сота. А такое ощущение, что давно уже свели Христа к одной тысячной. Почему вне конфессиональники дети Божьи на самом деле не принимают всех этих лжеучений о всяких этих троицах? Да потому что Христос этого не делал. И правильно делают. Я говорю, что я с ним полностью солидарен. Что там можно интересного найти? Кто там будет разбираться в этой каше? Что-то апостолы, ни о какой троице там не выдумывали своих учений. Зачем это делать нам? Кто мы? Умнее, что ли, их? Или какие-то другие там мужи, так называемые? Святые, не святые? Много, что ли, умнее кого-то всех? Зачем все это? Я вообще понять не могу, если честно. Кому от этого прок? Кому от этого какая польза? Отец, Сын, Дух Святой. Исповедуешь? Ну да, исповедую. Ну и что, тебе легче от этого стало? Хорошо, я не исповедую. Исповедую Христа, как Он сказал. Вы помните, я вам напоминаю, сейчас появится очередной раз на экране, что Господь сам в Матфея 16 главе по-моему, с 13 по 28, что ли, стих. Это прям запомните. Хотите знать, что такое церковь? Вот, обратитесь к этому писанию. Ну, соответственно, в параллельных местах у синоптиков, ну там синоптиков это Матфея, Марка, Луки. Ну вы и там ничего нового не найдете. Господь спрашивает, за кого меня почитают люди? Ну, ему начинают там все говорить. За Илию, за пророков там кого-нибудь, еще за кого-нибудь. О, Петр, а Петр один из всех, говорит, ты Иисус, ну Иисус это имя, ну имеющее значение спаситель, помазанный, помазанный, Христос, Ишуа спаситель, Мишах, помазанник, по-русски спаситель, помазанный, по-гречески, Иисус Христос, по-еврейски, Шуам и Шуах, сын Бога живого. Все. Господь ему, Иисус Христос и Бог наш, ему отвечает. Ты, Петр, ты, Кифа, ты, камень, ты, твердыня. И вот на этой твердыне, на этом исповедании, не на Петре же он построил храменный, он ни одного храма не построил, и Петра в землю не закапывал. На этом убеждении, здесь же духовный смысл, это, по-моему, дураку будет, ясно. Потому что, я говорю, Господь Петра не закопал, и ни одного храма кирпичного или деревянного на нем не построил. На этом твердом убеждении, что я, Иисус, помазанник Бога живого и его сын, я и буду, я буду, не вы будете, а я буду строить, я буду касаться сердец, когда вы будете благовествовать. И благодаря этому и Господь строит, соединяет людей, любовь их соединяет, пробует меня по плоти и меня по духу, что я, Иисус, Божий Сын и любовь, явленная вам на кресте, именно исповедание этого, покаяние в своей греховной жизни и следование за мной и будет соединять людей таких вместе в одни кучки. Они, естественно, будут сбиваться, хочешь мы или не хочешь. Нет никакой больше силы притяжения, сближения, как силы любви. И когда Петр ему стал, и когда Господь говорил, что стал открывать свой путь, путь страданий, даже до креста, до распятия, Петр стал ему прикословить и говорит, что да не будет этого с тобой. Господь ему сказал, отойди от меня, сатана, из-за кого можно добавить, и бесы веруют, и трепещут. Говорит, кто хочет следовать за мной. Чудный камень, да? Камень основания церкви. Только что был камнем, через секунду становится богопротивником. Сатана богопротивник, кто не знает, с греческого переводится на русский. Тут же противится Богу, становится сатаной. Вот вам и все человеки, все учения человека. Сегодня одно проповедует на словах, а на делах-то, а на делах не готов Христа любовью исповедовать. Только на словах, да, да, Бог, Бог, да, 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 любовь, любовь. Он распялся, распялся, а мне это не надо. А Христос говорит, я вам проложу путь, поэтому ты не вздумай мне прикословить. И говорит, что кто хочет пойти этим путем, отвернись себе, возьми крест свой. Крест свой – это дела любви и упования. Вера наша одна. И вера проявляется в делах. Это дела упования и любви. И следуй за кем? За дядей Степой, что ли? За Павлом, за Петром, за Кифом, за Иоанном, за Иаковым, за всеми старцами и мудрецами всех веков и народов. Нет, за мной следуй. За мной. Я хочу быть последователем этого человека, вот этого проповедника. Где тебе Господь сказал, что ты будешь последователем, последуешь за Павлом? Ты должен последовать за Христом. Ты в Евангелии должен находить для себя всякие основания своему поступку только в Евангелии. И нигде, ни в каком другом месте. Ибо Евангелие – это книга о жизни, то есть его деятельности и учении Иисуса Христа. Ибо он сначала творил, а потом учил. И своим ученикам, кстати, заповедовал делать то же самое. Он им говорил, что кто сотворит и научит, но не только ученикам, он на горной проповеди, это всей толпе говорил, всем слушающим его. Кто хочет исполнять заповеди мои, тот сначала сотворит, и кто сотворит и научит, тот великим наречется с Царствием Небесного. Великость, совершенство. Господь все время к этому приживает. Богу подоблению, будьте такими же, как учитель, ученики. И достаточно для вас, если каждый ученик станет, как учитель его. Вот она, вся суть-то. Ничего сложного. Что тут непонятного? Ежу все понятно. Ну вот вам заповедь я напомнил, да? Вот надо помнить. И Господь, кстати, там в Матфея продолжает вот эти все вырывания кусков. Там вся суть в этой 16-й главе, ну и параллельно у синоптиков, с 13-го по 28-й стих, если я не ошибаюсь, но она у вас сейчас на экране. Где Господь говорит, что какая тебе разница, если ты все познания, грубо говоря, имеешь? Он в другом месте такими словами говорил. Будешь все знать о троице, о четверице, да. Весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Душа приходит в полноту зрелости, в совершенство, только любовью. Поэтому повредить своей душе это значит жить в грехе, в грехе нелюбви к ближнему. И это не обличение, осуждение, оклеветание, злословие, возношение, поношение, поднятие подола чужого. Нет. Это покрытие грехов, это прощение, а не осуждение. Это благословение, а не злословие. Он и говорит, ибо придет Сын человеческий во славе своей со всеми ангелами и воздаст каждому, каждому по его делам. И не делам того, что он там о троице узнал, а о делах любви. Ибо в 20, уже 4-25 главе почитайте, когда его спрашивают апостол, ученики о последнем времени, что он им говорит-то. Ведь когда в мире охладеет любовь, и соответственно это качели, охлаждает любовь, значит увеличивается беззаконие, или наоборот, увеличиваешь беззаконие, охлаждается дух любви, дух и любовь. Все. И говорит в конце, и образы, и притчи дает, чтобы мы бодрствовали, потому что не знаем, когда придет судья, чтобы мы всегда были готовы, чтобы талант наш не был закопанный. Обо всем об этом постоянно говорит Господь. И заканчивая 25 главу своим судом, и рассказывает, что на нем будет. На нем не будет спрашивать, ты там в троицу, в двоицу, в единицу верил, в десятирицу. Он разделит по правую, по левую и скажет, ты голодного кормил, жаждущего напаял, ногово одевал, страждущего, болящего, и в темнице посещал. Причем читайте это и по плоти опять, и по духу. Ты грехи его покрывал, ты его прощал, ты его хлебом небесным питал, истинным учением и жизнью Иисуса Христа, или всякими лжеучениями человеческие его напихивал, камнями этими, которые грызть бесполезно, и которые грызешь, зубы все стачиваются, остаешься холодным, потому что человек камнями не питается. Истинный хлеб, шедший с небес, это Иисус Христос, его учение, его жизнь, его учение, как он сам об этом всегда говорит. Все, вот вам вся суть. Поэтому все эти учения, там троицы, под троицы, вы знаете, сколько я пересмотрел, сейчас вон системники, и тоже там внутри все системники, свалились все системы, любые, неважно, какие они, протестантские разновидности, ортодоксальные разновидности, они даже если отпочковываются, какой это их лидер, создают свою систему, и все равно что-то принимают из прошлого, из этих так называемых там всяких учителей, отцов и прочих-прочих, кого они там протестантизмники, отцами называют, учителями и прочее-прочее. И наступает на свое же горло, на те же самые грабли. Потом среди них восстают такие же этого не понимающие, противишься, и все идет по одной и той же схеме. Я посмотрел, что даже вроде бы таких, я не знаю, я разные смотрел, я даже не знаю толком, какие там кому, каким уже узким эти направлениям принадлежат, но сейчас в интернете много вне системников, и поражаешься, как они сваливаются, потом со собственной этой церковью пытаются бороться. А что ты с ней борешься, да это все уже бесполезно, все, они свалились в те же грабли, они уже создали свое учение, и это все. Поэтому тебя и выгнали из своего собрания, потому что ты подумал, подумал, что да, учение Иисуса Христа одно должно взять в фунаменте, и ничего ты не сделаешь уже с этим. Забудь об этом, да и все. Не забивай себе голову, люби ближнего того, кто рядом с тобой. Любого избитого иудея, как в притче о Самареи Господь сказал, ближний тот, кто рядом с тобой, не важно, как он к тебе относится. Потому что вы знаете, что тот иудей, иудеи с Самарянови не общались. Самарянин не погнушался иудеям, и сделал все для него. И не просто там подошел ему ранки тампунчиком смочил. Все ему сделал. Оказал такую любовь, которую никто из нас в жизни никому не оказывал. И не надо думать, что это притча, у нас есть живой пример, это наш Господь, по стопам которого, как все апостолы, как он сам заповедовал, что он путь. И мы знаем этот путь. Нам не надо никаких больше знаний. Его спрашивает Петр с Фомой. Господи, не знаем пути, куда идешь ты, и как нам идти. То он говорит, вы знаете путь. Я есть путь, истинная жизнь. Все до боли, ясно, и так и понятно, что еще надо нам. Поэтому все эти толки от Троицы. Господь никакой Троицы не молился. Он дал нам молитву Отче наш. Там есть Троица? Нет там никакой Троицы. Сам он никакой Троицы не молился. В Гефсиманском саду молился Отцу Небесному. Троицы, поддвоицы, десятирицы. Какая разница? Ты веришь в Бога? Веришь, что это Бог Иисус Христос? И слава Христу. Все эти ничего тебе не дадут, эти учения. А как он? Что он? Когда он стал Богом? Когда он на Иордан пришел, под Иордан? Какая мне разница? Какая мне разница? Как его там оставлял отец на Голгофе, на кресте, на распятии? Что я буду лезть в ум Господень? Какая глупость, когда человек начинает ковыряться в Божьем мозгу, в Божьих мыслях, в Божьих логосах. Бог нам этого не заповедал. Он нам заповедь одну новую дал, которая нераздельна. Не чтобы мы кричали на всех углах, как фарисеи, как я люблю Бога. Нет. И что я могу любить Бога, а ближнего могу ненавидеть. Нет. Сказал, если ты любишь Бога, ты будешь любить ближнего. Вот и все. Это нераздельные заповеди. Он говорит, если, если. И так же сказал и про себя. Он про нас сказал, что потому все узнают о вас, что вы мои ученики. Потому что будете иметь любовь между собой, будете исполнять эту заповедь. ваши дела, свет добрых дел будут светить перед всеми людьми. И все будут прославлять за вас тогда Отца Небесного. И говорит, что потому узнает мир, что я люблю Отца. Один раз это сказал в предсмертном своем завещании. Можно сказать, если бы вы не убивали, что это был смертный одр, этот прощальный ужин с учениками. Господь и сказал, что именно поэтому узнают, что вы мои. Что я люблю Отца и что вы мои ученики. Можно все это уже совместить. Что я творю, что Он мне заповедовал. А Он заповедовал Ему любить нас. Бог это исполнил в точности. Он никому не отомстил. Никому не воздал зло за зло. Более того, вот именно, Он нас научил всем воздавать. Даже и неблагодарным, и злым, и даже кто тебе будет в руки и ноги, хвостик вбивать, твое дело воздать Ему добром. Вот и все. Ибо Бог пуповин и питает каждого человека. Но я вам уже говорил, что я не исповедую теории, что Бог создал какую-то мир, какую-то материю, которую Он там ей то управляет, то не управляет, или как-то управляет, она сама по себе кашется там. Я в это не верю, я это нигде не читал, я это не исповедую. Я не исповедую, что Иисус Христос, Бог, не знает заранее, что произойдет после. Время есть лишь только у нас, вот и все. Он участвует в творении каждого человека, он участвует в каждой секунде его жизни. Я не знаю, как это происходит, и я никому это объяснять не собираюсь, и даже не объясняю, потому что себе. Мне не имеет значения, Он Бог, а я тварь. Он Альфа и Омега, первый, последний, начало и конец, а я имею свое начало. Я человечишка, маленький человек. Я хочу вам рассказать, ну, кто-то уже слышал, я об этом говорил. Для меня лишь троица имеет значение двух символов, самых мне лично понятных. Опять же, они вот и касаются, видимого и невидимого. Я сейчас попытаюсь их объяснить. Невидимый образ, это я рассказывал, я не знаю, сейчас получится объяснить. У меня есть на это ролики, и с людьми я беседовал, пытался это рассказать, кто смотрел там мои беседы. Да и уже на этом канале, на лайве я там кое-что говорил. Я об этом даже не знаю. Буду я там ролики в описании добавлять на эту тему. Тяжело их потом находить, не все я называл соответствующие. Что такое бытие вообще? Что такое Бог? Это ум, отец, рождающий мысль сына. Ибо по-другому рождает не отец, а мать, вы знаете, в жизни. Это лишь символы, образы, что отец это ум, это начальник, это начальная точка. Вот она. И то все это лишь мы сейчас с вами рассматриваем в области математики, как говорится, в области теории, которые в жизни не бывают. Или от нас сокровенно. Вот этот ум, отец, рождает мысль сына. Потому что отец сынов не рождают. Не зря Господь в Ветхом Завете так и написано. Адам родил, Авраам родил, Исаак, Исаак родил, Иакова. Это не просто так, это все специально нам символно, промыслительно, чтобы мы этим пользовались. Вот в уме в нашем рождается мысль. И эта мысль имеет какую-то конечную цель. Это и есть дух. Поэтому дух у мысли бывает святой и не святой. Все. Я могу, я стою на кухне, беру в руки нож и могу сделать какую вещь, какие два действия, какие мысли у меня возникают, с какой целью беру нож. Либо сейчас в спину вставить соседу, либо отрезать кусочек сырку своему сыну на бутербродик. Действие одно, мысль одна, дух разный. Конечно, эта мысль имеет начало, она же родилась, ее только что не было микросекунду назад, теперь она есть. Мысль имеет начало отца, имеет свое рождение, и продолжение, имеет свою конечную цель. И дальше что? Если бы не было видимого мира, дело сейчас не в материи, только Бог нематериально абсолютно. Даже духовная материя, так называемая, тоже материальна, мы это прекрасно знаем. И духи, и души, все имеет какой-то вид и образ. Только сам Бог в абсолютном смысле дух. И вот эта невидимая часть, как и человек, это именно то дуновение, которое Бог вдумал в нас, в людей, что мы обладаем вот этим образом и подобие. Мы тоже можем рождать мысли в каком-то духе. Но ролик я один добавлю, я о видимом, невидимом мире и уже записывал ролик тогда. Причем там я делал на экране такие скриншоты, кому интересно, посмотрите. Я добавлю, конечно же, ссылку. Это я просто помню про этот ролик точно. Вот и все. Поэтому через наш видимый мир, вот есть какая-то грань между видимым и невидимым миром. Вот она плоть, мы все видим, видим мир этот прекрасный, видим плоть нашу. И через эту плоть, и в нашей плоти вот два явных таких действия. Это есть язык, поэтому есть слово, всем известно. И есть тело, руки, ноги. И всем этим мы что-то решили, но чтобы отрезать сырок сыну, надо иметь руки. Если у меня нет руки, то я не исполню свою мысль. Поэтому через плоть, через видимый мир лишь проявляется наша невидимая сущность. Поэтому понять, что у человека в голове можно по как, Господь сказал, по делам узнавайте людей. Все. Но опять же, если в этом мире Господь одел на нас кожаные одежды, и мы можем думать одно, и по-видимому это может казаться добрым делом, но на самом деле оно злое, это дело. Почему? Потому что я могу делать и скрывать свои намерения, да? Я могу отдавать миллион в детский дом, но на самом деле делают потому, что мне скостят налоги, я через год этот миллион отобью. Плюс мне там выборы надо пройти, мне нужно за имидж заплатить за славу, чтобы меня избрали. Да, я потом наворую еще больше. То, когда был сотворен Адам, и что будет после смерти с каждым человеком, и что будет по воскресенью дано новое тело, еще больше Адамова, но на самом деле и Адамово тело, мы же читаем, они были наги и не стыдились. То есть, если сейчас все, что я думаю, сразу не проявляется на моем теле, то тело Адамово было настолько кристально чистое, как стекло, что все, что он думал, вот если вы тот ролик посмотрите, который я рекомендую, который я уже говорил, это как вот этот свет, который несет информацию из проектора, я тогда говорил, и он на полотне отображается, что там мы видим, как кино мы смотрим. Так вот и тело Адамово, все мысли впечатлевались на его этом проекторе, и все было понятно. Поэтому все, что мы думаем, представьте, сейчас на нашем теле, отображалась каждая наша мысль, или допустим, блудная мысль начинала бы тело вонять, какая-нибудь мысль по злословию начиналось бы тело искажаться, там что-нибудь, глаз, это же был ужас. И вот Господь нас одел, Адам ту стыдился, Бог из любви нас одел в эти кожаные риски, чтобы мы сами от себя с ума не сошли и могли с друг другом вообще общаться, пока мы во грехе. Потому что если мы будем друг перед другом наги и в теле даже Адамова, не говоря уже в новом воскресшем теле, да, или после смерти души, на которых все будет видно, все, что человек делал, доброе, хорошее, это будет отображено. Неважно сейчас, как это представлять, на этой земле это невозможно представить, но это будет иметь, это будет именно так. Господь никого не будет, как судья по бумажке там судить-то. Тело выйдет ровно с теми свойствами, красотой, внешним видом, запахом, души, у нее все будет это, как и здесь мы это видим в прообразах этого мира, Господь создал. Душа выйдет, и она будет, как Господь сказал, примет достойное, что она заслуживала. Павел давал те же самые образы, что каждый сам, смотри, как ты дом этот строишь-то. Вот этот дом обнаружится, мы сейчас реально взращиваем, и как вы своих детей, у кого есть дети, растите взрослого человека, готовя его к браку с мужчиной или женщиной, соответственно, мальчик или девочкой, там, ну, девочку или мальчик, соответственно, с мужчиной или женщиной в бракосочетание, да, и вы же готовите их, даете им образование, ухаживаете за ними, подправляете, да, может быть, там в спорт, чтобы он был во всем прекрасен. Помните эти дома какие-то были, там, в древности, говорят, или вот как их называли, там, дома какими-то, девиц благородных, или еще, то есть их готовили по полной программе, да, кстати, в этой же книге с фильм, где там ее готовили год, намощали всякими елеями, но помимо этого, вот именно любому человеку нужно и образование, уметь на гитаре играть, ну, просто музыкально, помните, все, человек должен был все уметь, чуть-чуть рисовать хотя бы, быть разносторонним, во всем красивым и прекрасным. вот, это образ, что такое троица, это ум, рождающий мысль, с какими-то чувствами, с какой-то конкретной целью, одним словом, это называется желание, я рожаю мысль с какой-то целью, одним словом выражается, или, ну, двумя-то как личность, а вообще желание, вот троица, вот она нераздельна, мысль всегда имеет какую-то цель, ну, всегда, и эта цель либо добрая, либо плохая, соответственно, это дух либо святой, либо злой, темный, черный, как угодно назовите, либо дух святой, Божий, Христов, вот и все, у каждой мысли есть какая-то цель, у нее есть начало, ее две секунды назад не было, она вдруг у вас возникла, у нее есть начало, у нее есть путь, и у нее есть какая-то цель, Framework, и это когда, как этот луч из проектора летит, и достигает полотна, и мы кино смотрим, вы же помните, кинотеатр, луч летит из проектора, как образ отца, образ ума, летит этот луч световой, образ света, дух, хорошо бы, чтобы этот дух был святой, но в кино мы можем видеть, что этот луч света на экран несет и всякие гадости, но неплохой Господь положил образ, что этот луч именно света из проектора вылетает, и на полотне появляется изображение, вот так и мы, И когда достигает нашего полотна, тела в виде языка, рук, ног, эти мысли материализуются, так назовем их. На самом деле они просто становятся видимыми, проявляются в делах в наших. Вот что такое троица. Это, а что такое единица, что Бог дает, все-таки один. Это вот, Бог что-то желает. Бог это импульс, это источник. У него все время рождаются эти желания. Он все время хочет, чтобы был мир, чтобы он был благим. Поэтому Бог помыслил, сказал и стало так, как мы читаем, при сотворении мира. Поэтому троица, это ум, рождающий мысль в духе, это желания мои. Все. Это что касается невидимого мира, природы бытия и, в принципе, сущности Бога. Мы как обезьянки, с вами рассматривающие человека, так мы с вами рассматриваем Бога. Я не знаю, понятно это кому, мне понятно. Поэтому, чем я больше рожаю благих мыслей, и, соответственно, их надо не только рожать, а воплощать еще в дела. Вот это и есть сущность Бога. Это и есть природа человека, сущность, природа. Это слова одного порядка. А что такое, видимо, можем рассмотреть троицу? Господь действительно нам открывается как отец, как брат, ну, как сын, и, соответственно, нам брат или друг. Он нас и так, и так называл, и братьями, и друзьями, и у нас у всех. И как жених, ну, будущий муж, да. Все эти образы, в принципе, Господь, помимо того, что на себе открыл, прежде Он открыл их в бытие. Бог наш отец, да, потому что Он создал нас, первых людей, всех вместе. Ну, первое, ладно, дальше вот все по кругу пошли появляться. И вот мы всегда, что такое образ Отца Небесного? И какую любовью мы учимся вначале? Конечно же, любовью детей к родителям. Нас рождают родители, они нас любят, и мы что? Познаем, вкушаем эту любовь. Ну, и уже учимся отдавать. Ну, понятно, что что там грудничок отдает? Он только берет в основном. Родители дают, а он берет. Поэтому образ родителей всегда, отца, матери. Бог-то для нас и мать, и отец все вместе. Это образ источника, образ вечного подателя. А мы, дети, мы только берем. И наше дело, все, что мы можем выразить, это благодарственность Богу. Просто за наше бытие, за все, что у нас есть. Да. Ну, и вы слышали спасение по вере, все это я говорил, это рождение духовное. Все то же самое. Да, все, что нам дает Господь, мы за это воздать ничего не можем. Он просто дает, он источник, мы потребители, да. Но все прекрасно знаете, мы после того, как мы родились, что с нами происходит? Мы взрастаем, мы видим вокруг себя таких же особей рода человеческого. Мы начинаем с ними, что у нас появляются друзья у каждого. Однополые, разнополые, неважно. Мы начинаем дружить, дружить. Мало того, что у нас есть братья, возможно, родные там, да, от тех же самых родителей. Или даже, как их называют, там, неродные, сводные, да. И не обязательно, что они могут быть друзьями. Но это уже просто беда человеческая. По идее, мы все должны друг друга любить. Вот, то есть, мы потом познаем, какую любовь уже. Братско-дружескую, как ее назвать-то правильно. Вот второй образ любви. Вот образ символа Христа. Да. Действительно так. Вот они, братья и друзья. И тут уже и нам могут делать, да, любовь, добрые дела, любви. Кто-то окружающие нас люди, друзья, братья, просто люди, да. Но, по сути, все нам должны быть вот именно. Кто понимает, что всем от одной крови. Как Господь сотворил, как апостолы об этом вспоминали. И пророки. Вот. Все, мы теперь учимся другой любви. Ну, им-то мы тоже можем тоже что-то дать. Они тоже нуждаются. Тоже мы им оказываем дела любви. Господь попускает. У одних недостаток, у кого-то избыток. И мы учимся любви. Одни продолжают, у кого недостаток, учиться любви и благодарственной в потреблении. Но, не оставаясь неблагодарными, а другие учатся давать. И третий образ любви – это образ брака. Образ мужа и жены. Да, вот нам образ Духа Святого. Образ Христа, как жениха уже будущего или мужа. Бог нам открылся, что Он все для нас. И эта любовь уже, во-первых, как ее называют в миру неземная, да, потому что идет соединение невероятное на телесном уровне. На духовном уровне все равно у людей порой связь. Хотя и у друзей очень сильная связь. Вы это прекрасно знаете. И у братьев, и у всех. В оконцовке мы должны все прийти в единственную веру и познание Бога. Познание – значит соединение. Значит, уподобиться Ему в полной любви. Всеобъемлюще ко всему, ко всем, ко вся и во всем. Вот. И это образ, конечно же, уже жениха. Вот. Но при этом вы знаете, что у женихов, у женихов и невест рождаются дети. Это уже образ людей, которые уже сами собой жертвуют. Сколько романов понаписано, как Ромео и Джульетта, как один за другого готов жизнь отдать, да, но на самом деле за друзей. Поэтому это образ брака. Третий образ. Пожалуйста. Но опять же есть образ еще по тому, что человеку подавляется Богу в том, что сам Бог ему попускает людям познать эту любовь. Любовь родительскую. У людей тоже рождаются дети. И, кстати, не думайте, что безбрачники. Ну, понятно, это тоже можно не сравнить. Ну, и безбрачники, как вы знаете, старость – это второе детство, да. На самом деле потом уход за своими родителями – это тоже образ детей и воспитание детей. Через него тоже человек может много научиться, потому что родители уже становятся для него детьми. Ну, понятно, у кого-то есть и такие дети, и родители потом становятся немощными. А, возможно, группами уже в маразме многие уходят. И вот роль родителей – проявить такую же любовь, как когда-то родители к нему проявляли, когда он был маленьким, капризничал, точно такой же еще неразумный кусочек мяса был. И ты, даже если на старости твои родители начнут по Божьему промыслу почему-то или за свою жизнь, может быть, атеистическую, греховную, нелюбящую другого, начнет попускать какие-то соблазны, твое дело не судить, а все равно любить до конца. Все равно служить своим родителям в старости. Вот и все. Мы все эти этапы проходим. И Господь, конечно же, сам нам открылся. Мироздание это создало, чтобы мы опытом, чтобы мы не только на теории, так, бог – отец, бог – сын. То есть брат для нас, сына, наследник. Мы сына, наследники его, братья, дети Божьи. Да, он для нас брат и друг, и жених, будущий муж. Да, и мы даже можем его понянчить, как Дева Мария нянчила Христа. Ну и что, если бы человек все это только на словах знал, а в жизни не проходил Бог все попустил, мы все это знаем в мире Не надо никаких липовых теорий придумать, эти лжеучения не связаны с жизнью Человек познает всю эту любовь опытную Мы рождаемся в любом случае, в каких-то родителях нас не в капусте находят И мы познаем эту любовь родителей к нам Ну, к сожалению, в этом грешном мире мы и ненависть познаем Но Бог не такой Бог сказал, если и мать оставит безумная Я вам же добавляю, да? Грудное дитя свое, то я тебя не оставлю никогда Бог-то, конечно, не такой Если мы грешим, и Бог молчит, это не значит, что молчание – знак согласия Он сказал, ты грешил, я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты Нет, просто если я изоблечу тебя при восхищении, при смерти И представлю перед глазами грехи твои Кто тебя избавит тогда от своего этого нутра, которое появится-то? Наше дело бодрствовать Каждый день Помни день Последний И вовек не согрешишь Помните, в другом месте с писами сказано Или экклезиаст говорил Помни, юноша, пей, ешь, веселись Но все твои дела Господь приведет на суд Надо помнить Вот вам образ-то, троицы Образ любви Да, какая еще любовь в мире есть? Еще есть к животным Еще есть к растительному миру Мы не должны гадить, как последние скоты Слово даже неправильно Скотина лучше нас Она гадит ровно с того, сколько ей Господь попускает А мы действительно готовы уничтожить свою планету Сук, на котором сидим, срубить, грохнуться и разбиться Конечно же, это любовь всеобъемлющая ко всему, что Господь создал Это очень важно, конечно Все это его дары нам Я говорю, если любимый тебе принес букет цветов А ты его так же на его глазах в помойное ведро Или как Господь говорил про свои заповеди в том же 49-м псалме И мы этот букет за спину выкинули То я думаю, никто что-то не порадуется такому событию Все, что нам Господь дал Природу, животных, тело собственное Ты не имеешь права его губить Ты в этом и являешься, не любовь Я люблю Бога Пьет, курит, колется Природу загрязняет Готов фантик выбросить просто так Что ты не можешь, до мусорки его донести, что ли? Да хоть домой с собой принеси Животину готовы душить Разве похоти плоти своей? Причем иллюзорных учений, что оно нужно человеку Никто этого доказать никогда не может Всю жизнь веганцы, вегетарианцы до 100 лет жили Таких же полно людей Бог управляет Он сказал, я, я Бог твой Еще и евреям говорил Я поражаю, я исцеляю Я оживляю, я умершляю И никто не избавит тебя от руки моей Если я начну это с тобой вытворять А мы все до сих пор Мы действительно от иудеев-то далеко ли от евреев отошли? Нет Любим Бога и ближнего, как самого себя Господь сказал Если любите меня, любите друг друга Отвергнувшись самого себя, как я Следуйте за мной И делайте это, как я вас возлюбил Так и вы любите друг друга А не как дядя Степа Мало ли, что там Павел Мало ли, что там Петр могли накосячить Мало ли, что мы там друг другу косячим Нет, как он Он никого не позлословил, не осудил, не обличил Все покрыл, всех простил Всех благословлял Всех своей пуповиной питал Напоевал всегда Веселил, исцелял, защищал и кормил Ну и еще один образ Вот уж три, три образа Три троицы, возьмем Три образа о троице И это, помните, вот это Сейчас у вас тоже на картинке есть Это три природы основных свойств Природы опять Бога и человека По поводу вот этой личности Умного сердца Которое рождает мысль каким-то духом И это потом мысли воплощается Материализуется, как это любит говорить Вот В этом материальном мире мы познаем Вот через эти дела От родителей, от ближних Мы видите, как идем по возрастанию Вот От родителей, друзей Мужа, жены И потом наоборот своих родителей Уже как от детей многие О них так заботятся Вот То еще один образ Это вот я вам Не зря у меня на канале На Христолюбе Видите, это вся суть Евангелия Что означает первое Это пришествие Господа воплоти Вся полнота божества телесной Бога явилась нам Это вот и есть Образ Адама Сотворение человека Вот это явление Бога Бога явления На Иордане Иисуса Христа Голоса Отца И Сожествия Духа Святого Вот она Вся полнота божества телесной Явилась воплоти Все Мы ее видим Это сотворение человека Символ Адама И как он должен был прожить Как жил Христос Он тоже пошел в пустыню Это символ насаждения Вот этого древа Добра и познания Лжепознания Как я не раз слышал Лжепознания Добра и зла Потому что А древо насаждения жизни Это вот символ Сходящего Духа Святого С небес Это символ свободы И вот в пустыне у Господа Были те же самые искушения Что и змей искушал Еву То есть через чувства человека В райском саду Да Но Господь отверг И сказал Господу Бог Твоему поклонясь Ему одному служи То же самое Должна сказать Была Ева с Адамом Все И так мы должны Говорить до конца жизни Потому что нам сказано Что оставил до времени Что это значит Почему Сатана Оставляет до времени Почему Господь его не убирает Человек будет обладать Всегда свободой А свобода Подразумевает выбор Господь свободен Конечно свободен Господь может сотворить зло Конечно может Он его творит Нет Это антиномия Неразрешимая В теории Если Бог способен Он же может сотворить Но Бог настолько совершенен Что он никогда его не творит Но при этом он свободен На самом деле Он благ не потому Что он такой по природе А потому что Так скажем Он хочет быть благим И в этом никогда не падает Вот наше состояние Прийти в совершенство Отца небесного Совершенство Бога Его природу Мы всегда останемся Свободными творить добро и зло Но мы можем прийти в такое состояние Как Господь нас очищает Как Адама, Ева Всех нас Христиан очистил в крещении Выгнав из сердца грех сатану И какие-то всякие другие символы Змея И прочее Что мы теперь способны Нам легко творить И мы обязаны творить Только добро Все наши мысли Во всякое время И помышления сердца нашего Словосочетаниями Которыми переисполнен Весь Ветхий Завет Книги Ветхого Завета Должны быть добро Во всякое время Что наоборот Было В допотопных людях Но и потом Во всех На самом деле Господь сказал Просто Если вас стирать То надо каждое поколение Стирать с земли вас И потопами И огнями И прочими-прочими вещами Вот Поэтому Вот это явление Господа На Иордане Это рождение Это сотворение Адама Первого человека И всех нас На самом деле Вот потом Идет искушение Вот мы выбираем Потом Мы родились свыше Мы вышли в мир Символ Любви Божией Но он же Помните Он как вышел И все его дело Вся его жизнь И учение было Все в Евангелии О чем? О любви И чего? Ну естественно Бога к человеку Ибо Бог Иисус Христос И человека к человеку Он сказал Что вы после того Как я вознесусь Будете поступать так же Евангелие И откровение Бога человеку Это не о любви Человека к Богу А о любви Бога К человеку И человека к человеку Ибо Иоанн Богослов И говорит Не в том Любовь Что мы возлюбили Бога А что он возлюбил нас Евангелие Для нас Это книга Об учении Иисуса Христа В котором Бог явил Свою любовь И нам сказал Поступать Ибо сам так делал И сказал Чтобы мы естественно Точно так же делали И отмазов У нас уже никаких нет Ибо он в той же самой плоти В тех же самых ужасных ситуациях Когда окружали Такие же неблагодарные Злые И человека Убийцевые люди Он все это творил Он все равно Он творил одно добро Поэтому вот этот Крестный его путь Это я символично изображаю Но вы помните Сколько он творил благодеяния Всех там исцелял Кормил Охранял Защищал Напаял Все Но вот этот символ Я так просто на картинке Именно крестного пути И самого распятия Как апогея Ты люби Все Это раз Природа человека Это любовь Природа Бога И человека Но только Бог Не себя любит А нас любит Поэтому Откровение Божье Человеку Это о том Что Бог Есть любовь Он кого-то любит Поэтому мы должны Любить кого-то Но не Бога Он не сам себя любит Он любит нас Об этом все послания Все Евангелие Если внимательно будет читать Всегда Господь говорит Что любовь Которую ты любишь Меня и их В нас была То есть Любовь Любви к кому-то А не Не к Богу Не к самому себе Он не говорил Та любовь Которую ты сам себя любишь Чтобы в учениках Пребывала Чтобы они тебя любили А лучше вообще Самих себе Да нет Почитайте внимательно Евангелие Послание Поэтому Первая природа У меня просто в двух картинках Чтобы не упразднить Креста Господня Это конечно Сам его жизнь Вся вот эта Но и то я там В картинках Именно страдания Его Вот этих Предкрестных Изобразил Всегда Вы сейчас видите На экране И сам крест Это все Образ любви Символ любви Причем явленном Воплоти Это природа человека И Бога Любовь Ну ибо мы его образ И подобие Второй Образ воскресения Это образ бессмертия Жизни вечной Да Господь говорит Я Бог И я бессмертен Это на самом деле так Это не просто мысли Всех философов Размышления Времен народов Нет Это факт И я вам это показал Что вся эта материя Лишь иллюзия Я ее абсолютно управляю Что казалось бы Я вся полнота Божества телесна Вы меня умертвили Я явился воплоти Как боялись являться Все языческие боги Материализоваться Типа Зевс Потому что говорили Так вы же нас убьете Конечно боги языческие Боялись материализоваться Чтобы мы их не кохнули Люди ж звери И только и заманили бы Как помните Ты бабка Ваньку толкала в печку Вот так и мы Ты только явись Божок Я тебя сразу Что мы сделали Адам-то не мог Господу накостылять Он на него тут Ризы накладывает Проклятия Предает Вот бы дотянуться до Бога Вот Бог явился В плоте И мы показали Всю свою сущность Сатанинскую Нет в нас любви Ни к Богу Ни к человеку А это и заповеди Нераздельные Так что символ воскресения Это символ бессмертия Жизни вечной И Господь не говорил Что хоть одна личность Будет уничтожима Жизнь уничтожить бесполезно И личность человеческая Неуничтожима Она явлена раз и навсегда Бог только любовь Он сказал Я пришел не губить А спасать Он все время играл своей любви И Бог говорил Что Бог и я Я лишь только подаю жизнь На самом деле И все этот образ Когда смерть Это лишь образ К этому миру Относится Но не к сущности К разрешению От этих одежд Поэтому Вся история Человечества Наполнена кровью И смертью Так называемой Но для христианин Уже нет никакой смерти Ее победил Бог Мы понимаем Что все это Лишь иллюзии И последний Символ вознесения Это символ Свободы человеческой Бог не притыкает Нашу свободу Он не притыкал Адама Не притыкал Всего Ветхозаветного Человечества Не только евреев Не притыкал Что он там Три года походил И то Как вы помните Господь Иисус Христос И Бог наш Никогда не взял Ни духовные Ни телесные палки Никаких систем Не возводил Ничего этого бреда Не устраивал То что мы устроили Религиозные Религиозные культы Более того Когда даже Как все говорят Ой, а вот соблазняться А вот уйдет Куда же он пойдет Он из культа Уйдет Куда-нибудь попадет Что-то Бог Не сильно напрягался Это говорят те Кто Евангелие Не любит Не знает И Христа Иисуса Почитают за глупца Господь Когда о хлебе говорил Тоже вине Говорил Что слова Мои суть Дух Все им по-русски Говорят А они все равно Соблазняются Потому что люди В грехе живут И не способны Мыслить Уже вообще Никак Все Не то что Брюхом Головой Уже как змея По земле Ползают Поэтому не могли А он им Прямыми словами Говорит Слова мои Дух и жизнь Вы что О каком мясе И крови Вам речь то идет И даже ученики Соблазняются И что Господь начинает Оправдываться Он им все то же самое Сказал Он говорит Вы от них Ничем не отличаетесь Я и вам И им говорю одно и то же Да Я ему давал символы И говорю И когда они соблазнялись Что-то Господь сказал А вы Да не хотите Вольному воля Свободному дорога Да нет Петр Ты понимал Со многими Хотя многие Отошли Как мы читаем Не только Кстати уди А что многие Из учеников Отошли Ну так называемых Ну вот Некоторые Не отошли Говорит Ну куда идти Ты имеешь Глаголы Вечной жизни Это уж лучше Чем ничего Чего мы всю жизнь Слышали Видим чудеса Какие творишь Хотя За кого они его Почитали Всем и так понятно Когда Господь Даже воскрес Они и то рыбу Пошли ловить Все это Плоть Так что Вознесение Это символ свободы Каждому человеку Что по плоти Не порабощаться Немощным Вещественным Началом мира Во что свалились Опять все культы Системы Но они не свалились Они сами себя Подразумевают Что система Культ Это поклонение Веществу Это идолопоклонство И рабство О чем Павел О чем Павел И говорит В римлянах В евреях В римлянах Галатах А в каринфянах Очень четко Ну там и в других Во всех этих Говорил Но в каринфянах Особо Остро поднимает Этот вопрос Не делаться рабам Человеков То есть Вот по плоти Не быть рабами И по духу И не делаться рабами Человеков И их учений Я Павлов Я Кифов Я Аполосов Такие-то учения Говорят Не мудрствуйте Сверх написано Это все в одном месте Мы с вами На Христалюме Будем читать Я уверен Что у многих Просто глаза откроются А то читают Слушают чужие учения Вырванные Налепленные из стихов Что ветхого Тем более Еще и назвали Словом Божьим И нарывают оттуда Хотя это вообще Абсолютно неверно Вот вам три природы Человек и Бог Он бессмертен Свободен И он любовь Бессмертие дано нам По природе И мы уже никогда не умрем Мы можем только Либо мучиться Либо радоваться Вечно Только что это слово Значит я всем говорю Пойди узнай От свободы От своей мы сами Отрекаемся Бог нас свободы Не лишает Бог тебя Никаким рабом Бог тебя пришел Освободи Бог сделал свободным Адама Над всем поставив Веществом И никаких людей не было Он был сам над собой Первый человек Абсолютно свободен И не говорил Что там будут покоряться Кто-то кому-то Господь это сделал В новом И опять в очередной раз В таком же Втором разе Вторая попытка Называется После Адама Сам не был Никому рабом Вы знаете Прекрасно Никакого Закона Он не соблюдал Все Евангелие Противоположно Тому как эти Учит Лжеучителя Что он там Что-то соблюдал Он не соблюдал Ничего Вообще Никакого Закона В Евангелии Есть Явно Этому Примеры Все То есть Он не был Рабом Ни вещественного Начал мира Ни человеком Ни учением Он говорит Учение не мое Но пославшего Меня отца Поэтому Все кто вас Соблазняет Свои учения Вы говорите Это твое учение А у меня есть Учение Иисуса Христа Господа моего И Бога нашего Все Ты можешь Своими учениями В ад идти Им следуй И своим Учителям Господь сказал Мне последую А я хочу быть Последователем Такого-то Такого-то Ну будь Вместе с ним Пойдешь Покатишься Туда Куда не надо Вот и все Поэтому от свободы Мы сами Отрекаемся Она у нас Тоже от природы Никто тебя Не порабощал Ты боишься Людей А ты бойся Бога А не людей Бойся Бога Потерять Истину потерять И все И единственное Что у нас Вообще В нуле От рождения Что по плоти Что по духу Это любовь Что по плоти Мы возрастаем До покаяния Такой Средненькой Любовью То люблю То не люблю Одного люблю Всех других Ненавижу Вы знаете Как это Люблю любящих То когда человек Рождается По духу Он уже В совершенстве Может уподобиться Любовью К ближнему И бы познал Истину Теорию Что да Я могу быть Лишь абсолютной Любовью Никого уже Ни на кого Не делить Любить всех Одинаково Единственное Еще скажу Некоторые люди Соблазняются Вот как же Я вот Я вроде этого человека Не могу так любить Господь тебе не говорил Что ты будешь Сердцем Теплые чувства Испытывать к врагу Нет Он сказал Что мир Никогда в жизни Врагу Своему Ничего доброго Не будет делать А ты делай Он сказал Любите врагов Ваших Он не говорил Что вы будете Сердечно испытывать Блаженные чувства К врагу Нет Он сказал Любите И сказал Это делами Любви Благословить Благо молитесь Это вот Молитва Это и есть Вот эта троица Это мои желания Вот желайте Благожелательствуйте За врага Врагу Желайте добра Естественно Если вы будете Это делать Молиться за врага Он говорит Вы это проявите В чем В благословении Языком Добрым словом Благое слово Благословение Это благое слово Добрые слова А не злословие Обличая Понося И осуждая И благодетельствуйте Творите добро Все Вот что значит Любить врагов Никто в миру Этого не делает Это могут делать Только христиане Познавшие истину Что я обязан Так делать Да А естественно Теплые чувства У тебя будет Только с людьми Любящими тебя Это закон божий Это естественно Поэтому не соблазняйтесь Когда у вас Скажутся Ой я наверное Не люблю врага Ты любишь его Если ты желаешь ему Добра И при первой возможности Это делаешь И вот именно На всяких кухнях Там или публично Его не обличаешь Не осуждаешь Не засловишь Не поносишь А если еще и до дела До какого-то доходит Что ты знаешь О нужде этого человека И можешь в ней поучаствовать Или решить И спить эту чашу И его оскорбить целиком Вот ты исполняешь Заповедь Божью Совершенства Уподобляясь Отцу Небесному В любви ко всем В любви даже врагов Вот и все И когда тебя будет Даже распинать Там жизнь Отнимать имущество Ты никогда не будешь Сопротивляться Как это делал Христос и истинные Его последователи Но это что касается Любви к врагам Ну вот так вот Об этой троице Все это Все это Никому не нужно Все вот эти там Их не учения Толмуды И у нас есть Евангелие Краутенькая книжечка Которые Сами знаете Прекрасно Одна на другую Как близнец Похожи За счет Небольших Всяких этих Отвлечений Там Нюансиков Не зря Этих Матфея Марка Луки Вообще Называются Синоптическими Ну синонимичными Можно так по-русски Скать То есть Одинаковыми Похожими Практически Абсолютными И Евангелие Иоанна Богослова Которая в принципе Тоже во многом Похожа По точно такой же Схеме Практически С такими же Многими Событиями Указано Вот Так что Все это Все эти знания Так называемые Споры о Троице В любых конфессиях Мне жалко Тех людей Которые тратят свою жизнь Которые грызут другим Разделяют людей На этой основе Помните Матфея Сейчас еще раз Вам даже на экране Покажу 16 главу С 13 по-моему По 28 стих Там не только о церкви Ну и вообще о сути бытия Но больше я вам напоминать не буду Я уже В горле все пересохло Вот В церкви все Кто Исповедует Иисуса Христа И любит друг друга Евангелист Иоанн Богослов Так коротко и говорит Кто Исповедует Иисуса Христа Пришедшего во плоти В том Дух Христов И тот пребывает в любви И пребывает в Боге Ибо мы познали Любовь Божию Которую имеет к нам Бог Когда В том Что Он положил за нас душу свою И что Уверовали в нее Ибо Бог есть любовь И пребывающий в любви Пребывает в Боге Это я вам зацитировал 1 Иоанна 3.16 4.3 И 4.15 16 Вот сложите все эти стихи Потому что Он просто такими пишет Параллельными местами Об одном и том же То есть кто исповедует И любит другого Тот и Кто уверовал во Христа По плоти и по духу И живет соответственно Этому исповеданию Уповая на Бога Как на Отца Небесного Ибо мы дети Его Мы род Его И любит другого Ближнего человека А не Бога Наша любовь к Богу Явится людям В том что мы любим Друг друга Поэтому Господь и сказал Что потому узнает Что я люблю Отца Последнюю фразу сказал Запомните это А мы кричим Не знаем мы когда Нам еще может до смерти А Господь говорит На прощальном ужине Последнюю фразу Потому узнает Что я люблю Отца Потому что творю Что Он мне заповедал А заповедовал Он нам Известниче Ибо Он Отец одной Любите друг друга Как Он возлюбил нас Так и мы Должны любить друг друга Все очень просто И очень понятно А любовь к человеку Она не в словах В праздных А в добрых Поддерживающих Радующих Ну и прочим Прочим Мне вам рассказывать Какие бывают слова К ближнему И дела Это радость с радующимся И спиение Плачь с плачущим То есть это преломление хлеба То есть это образ радости Вы помните мой ролик И образ вина Испиение чаши Скорбей с ближним Это плачь с плачущим Вот и все Все очень просто и понятно Ну ладно Надеюсь такой вот ролик О троице О сущности Бога И человека Я вот записал Один раз Навряд ли я что-то буду еще писать Там уж сами Рассуждайте Ну кто что непонятно В скайпе я всегда общаюсь Кто что-то хочет еще поговорить Я всегда буду рад Давайте поблагодарим Нашего творца Родителя Бога Любовь Иисуса Христа Как он это делал В отношении К нашему Отцу Господь мой Бог наш Неизменный в слове своем И в помышлениях И в мысли и воле Своей Бог наш Любовь Иисус Христос А воля твоя одна Чтобы все мы были счастливы А промысел твой чудный Всегда о нас Неизменный Святой и благой Мы в это верим И уповаем на тебя А потому целиком полагаемся И все на тебя возлагаем Полагаемся на тебя И все на тебя возлагаем Слава тебе Господи Слава тебе Господи я благодарю тебя За все За все что ты подаешь Всем людям Всем нам все Потребное для жизни Радости веселья И уподоблению тебе В святости Любовью к ближнему Жертвенной Самоотверженной Твоими дарами Для твоей славы Слава тебе Боже наш Слава тебе Господи я благодарю тебя За всех слушающих Этот ролик За всех братьев и сестер моих И за всех любящих меня И учащих меня любви Все твои благословения Господи на всех нас Но особенно На твоих домочадцах Ибо мы в доме твоем И все твое наше Слава тебе Боже наш Слава тебе Господь Сущий и неизменный Бог Наш любовь Иисус Христос Всегда Во веки веков До скончания дней Посреди нас Всем кому понравился ролик Ставь лайк Кому не понравился Все равно Ставь лайк Делитесь на ютубе В социальных сетях Если считай ты Кому-то полезным Всеми кто жаждет И алчат Евангельской Правды Христовой Все мои адреса Канальчиков наверху Подписывайтесь Смотрите Что вам интересно Все мои контакты Для связи Всегда внизу Я всем всегда рад Добавляйтесь в друзья Стучитесь Звоните Будем знакомиться Общаться Ну а все какие-то Полезные ссылочки Я всегда добавляю справа Всех Да сохранит Господь мой И Бог наш Иисус Христос Всех Как говорил Павел Любить друг друга С нежностью Поэтому я всех Нежно целую И крепко Крепко обнимаю Пока-пока До встречи В следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...